Микс Ньюс Сегодня мы поговорим о настоящих паломниках, действительно о тех, кто отправляется в путь, путь, который называется Путь Сантьяго, Сантьяго де Компостел, это город в Испании. И сегодня в нашей студии член Латвийской Ассоциации Пути Святого Якова, Рита Кенниксвалде. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Сначала, может быть, два слова объясним, что же это за путь, и вообще почему к вот этим местам, где покоятся мощи апостола, одного из двенадцати апостолов Святого Якова, почему этот маленький испанский, о котором, может быть, многие даже не слышали, Сантьяго де Компостел, считается третьим после Рима и Иерусалима городом, где, по-моему, вот Папа Римский в свое время объявил, что те, кто пройдут этот путь, они получают индульгенцию в отпущении грехов. Это было вот третьим городом после Рима и Иерусалима. Ну, считается, что в Сантьяго де Компостел в свое время были похоронены останки святого апостола Якова. Да, и там, когда люди нашли это место, на этом месте построили большой собор. Это Сантьяго де Компостел. И вот началось это, и так как Святой Яков является защитником всех паломников, всех путешественников, вот и началось паломничество, путешествие туда разных людей. И это началось с 1812 года, то есть очень-очень давно, это корни уходят очень давно в историю. Были какие-то периоды, когда особенно по Европе свирепствовала чума, затем начался период реформации, когда этот путь как будто бы был забыт, но в XIX веке началось возрождение, но, наверное, самым вот таким толчком, который стал, привлек внимание к этому, это был роман Паула Каэльо «Дневник мага», выпущенный в 1986 году. Считают, что за год, вот до выхода романа прошло, по-моему, 400 паломников по этому пути, а через вот год, когда вышла книга, почти полмиллиона человек, то есть настолько все были увлечены и заинтересовались. Ну это главное, что я думаю, как и у любого, ну не скажу реклама, но известность об этом, люди просто узнали об этом, люди узнали об этом, стали интересоваться. Сначала, конечно, изначально было однозначно, я думаю, что именно церковь, паломничество, как такое. Но со временем все у нас меняется понемножку, очень много людей идут как паломники именно туда, в церковь, но в последнее время довольно-таки много людей тоже уходят просто в путь, уходят, чтобы подумать, подумать о себе, о своей жизни, уединиться, может быть, можно так сказать, от каждого дня, от ежедневных забот, я так думаю. Потому что есть, ну вот в Голливуде был снят фильм «Путь», его снял актер, но вот он выступил как режиссер Эмилио Эстевес, и он снял своего отца Мартина Шина, которого настоящая фамилия была Эстевес, но он сменил фамилию на более американскую, потому что он был мексиканский актер. И очень трогательная картина о том, как вот мужчина узнает, что у него погиб сын, и решает пройти этот путь за сына вместе с вот его прахом, и из такого жесткого бизнесмена он, в принципе, вот осознает, что что-то в его жизни не так, и вот переосмысление этой жизни, это путешествие, это, в принципе, очень популярный фильм, я знаю, он такой культовый фильм, я его тоже сам смотрел с большим интересом. Вот все-таки, ну действительно, зачем идут люди? Вот у меня другая, даже с другим фильмом какая-то ассоциация с сталкером Тарковского, потому что там тоже люди, потому что, ну там, кстати, тоже есть писатель в этом фильме «Путь», который, вот писатель ищет вдохновение, отправившись в путешествие, молодая женщина, она пытается понять, вот, ну вот, осознать тоже свою жизнь. Вот зачем люди отправляются в этот путь? Зачем люди отправляются? Ну, есть какая-то часть, конечно, как Вы говорите, что переосмыслить то, что вокруг нас творится, что вокруг нас, что мы умеем делать, что мы не умеем, чтобы остановиться, остановить этот бешеный поток, эту скорость, это, ну это в наши дни, да? Ну не все так идут, очень многие идут действительно, идут, чтобы помолиться, быть наедине с высшими силами, и потому что, понимаете, это некомфортный поход, это поход, который проверяет Твои даже физические силы, Твои умения. Вы знаете, вот ты на этой дороге, ты владеешь полностью всем временем, то есть у тебя времени столько, сколько у него есть, то есть целый день, и все равно, во сколько ты выходишь, во сколько ты выходишь. Ты можешь выходить до зари, можешь выходить попозже. Это время, чем ты располагаешь. Второе, ты располагаешь возможностью выбирать, или ты идешь полностью сам один, со своими мыслями, со своим каким-то эго, или ты все-таки встречаешь человека и с ним говоришь. И не зря же говорят, что чужому человеку легче даже открыться, если ты на пути встретил кого-нибудь, и у тебя на душе что-то наболело, или хочешь ты поделиться радостью, ты с ним говоришь. Ты с ним говоришь с другим человеком, со всем чужим, и когда у тебя кажется, что тебе надо уйти одному, ты уходишь один. Это первое, это эмоциональная сторона. Но вторая, конечно, это природа. Это не бизнес-трип, это ты не видишь такую природу, когда ты едешь на машине, на самолете, ты не видишь столько нюансов, сколько ты видишь, когда ты идешь пешком. Для меня лично был очень большой сюрприз, когда я пешком прошла Ригу. Мне казалось, что я знаю Ригу, отлично, туда-сюда, там надо ехать, там надо остановиться. И когда ты ее просто проходишь, и оказывается, что ты с Марупы выходишь, и потом вдруг ты уже очухнулся около библиотеки, и без больших улиц, без ничего, по маленьким тропиночкам, под мостами, вдоль речушки. Это совсем другая Рига опять-таки. И это, я думаю, что с любым местом, вообще наша Латвия настолько красивая, что когда ты идешь пешком, ты ее видишь со всеми другими глазами. Ну вот сейчас мы подошли к очень важному моменту, потому что до сих пор для того, чтобы пройти этот путь, первое, ведь нужна какая-то исходная точка, откуда выйти. И в принципе многие отправлялись или во Францию, или в Европу, там вот были начальные вот эти пути, потому что если человек хочет пройти как паломник, он получает документ паломника, там есть какие-то свои юридические моменты. И сейчас есть возможность отправиться в это паломничество из Латвии. И вот этот путь по Латвии проложен совсем недавно. Может быть, вы расскажете, вообще как появилась эта идея проложить его и как это создавалось? Это путь даже не из Латвии, это путь начинается с твоего дома. Вот это самое главное, что ты выходишь из дома, и ты можешь уходить в путь столько, сколько ты хочешь, день, два, месяц, полгода. Как ты можешь, как ты хочешь. В том 1987 году, 23 октября, создался путь Сантьяго, создали как первый культурный маршрут Европейского Союза. И в том маршруте, в той карте была нарисована просто такая маленькая, небольшая линия, что он уходит из Испании, Франции, Германии, Польши, Литва, Латвия, Эстония. И это когда-то кто-то, они решили, что этот путь когда-то, может быть, пойдет до Прибалтики. Это был просто план. Это был план, да, это была такая схема. Схема была, что, а, к сожалению, у меня нет, да. Схема, что будет когда-нибудь Прибалтийские страны. И сколько вот лет прошло. И в прошлом году нас энтузиасты из Литвы, которые уже пять лет делали дорогу через Литву, стали искать в Фейсбук и в Интернете людей, кто прошел из Латвии путь Сантьяго. Потому что, вы знаете, я не боюсь этого слова сказать, это как будто параллельный мир. Мы живем в своей жизни, а когда ты начинаешь ходить пешком, то оказывается, что столько много людей ходит, столько много людей знает этот путь, столько много нравится путешествовать. И литовцы стали искать в Латвии, кто проходил путь. И вышли на одну из наших... А сколько вообще людей? Есть какая-то статистика? Я не знаю. Я боюсь называть. Честно. Вот где-то была, по-моему, в нашей веб-странице, Камина Латвия.com, там было указано, сколько было паспортов, в прошлом году выдано, или как-то я не хочу называть эти числа. Ну вот и литовцы где-то созвонились, и вышли на нашу Сигиту, на нашу коллегу, на нашу тоже участницу ассоциации, и сказали, может быть, кто-нибудь, вы знаете, кто-нибудь возьмется в Латвии делать эту дорогу? Она говорит, сначала она очень удивилась, но потому что это было тайное, глубокое желание, ну, по-моему, любого путешественника выйти из дома, уже идти, но это казалось нереально. И так вот в том, в прошлом году, в марте, состоялась первая встреча литовской, литовцы, Камина Литуана и Камина Латвия, маленькие группы энтузиастов, все люди, которые уже шли этот путь, и встретились в марте около на границе, и литовцы нам подарили первый столб, пограничный столб со знаками Камина, и приехали и поляки, Богдан приехал тоже, и вот тогда, в прошлом году, в марте, вообще группа энтузиастов начала собираться и думать, как же это все сделать, как же это все делать по Латвии. Конечно, придерживались той маленькой линии, которая была сделана в 87-м году, и стали разрабатывать маршрут. Это занимает очень много времени. Во-первых, мы должны сами идти, пройти, понимать, где этот путь, по каким тропинкам, по каким дорогам этот путь пойдет. Делимся на группы, проходим, одна группа проходит один путь, другая группа, второй путь, потом садимся, обсуждаем, говорим, так, вот это все-таки было лучше, вот этот путь выбирать, чтобы недалеко уходить от маршрута, чтобы не было больших дорог, пешеходам с брюкзаком и идти по шоссе, это же, вы понимаете, это совсем не удобно. Неудобно и опасно, да. Чтобы была какая-нибудь инфраструктура, то есть какие-то магазинчики сельские. Очень большая проблема была найти ночлеги, потому что по, не по правилам, ну как, ну да, может быть и по правилам, что паломник должен идти километров 20, 25, ну максимум 30, чтобы он мог где-нибудь переночевать. Это переночевать, это значит переночевать, душ, что-нибудь перекусить и, может быть, постирать белье, если это возможно. Потому что, если учитывать, что все-таки люди находятся в путешествии достаточно долго, мы к этому еще придем, все равно, вот необходимо постирать вещи, может быть, не каждый вечер, но в любом случае это потребность человека. Да, и вот мы сначала, конечно, искали в интернете какие-нибудь ночлеги, какие-нибудь, я не знаю, хостели, какие-нибудь там, как запасной вариант церкви. Мы разговаривали с людьми, заходили, вывешивали маленькие листики на столбиках везде, может быть, у кого-то можно переночевать. Причем, это должен быть еще экономический вариант. Я как раз, тоже, потому что это... Это где-то в пределах 10-15 евро за ночь, потому что, конечно, у каждого есть свой выбор, и если есть желание, можно и ночевать в более дорогих котелях, если они есть в Латвии, вы знаете, не так хорошо развитая инфраструктура по маленьким сельским дорогам и поселкам. И вот это все занимало очень-очень много времени. Это был второй вопрос. То есть дорога, ночлег, потом, конечно, надо было, конечно, все согласовать. Первое наше дело, я не упомянула, первое дело было, что мы заверились благословением церквей, католической церкви, латеранской церкви, чтобы нам и помогал кто-то свыше, и все-таки было, что мы могли заходить в церкви, разговаривать со служителями. Да, извините. Ну так, это второе. Потом, конечно, надо было все это согласовать, имеем ли мы право. Так, наш путь, если кто-то и не знает, есть свои знаки, знаки, как это, обзимаемые, да, то есть, желтая, желтая, болт, болт, извините. Вот это, ну, стрелочка, стрелочка, желтая стрелочка или ракушка желтая, да, этим обозначается дорога. Да, я очень, извините, очень символно, потому что человек, чтобы прошел эту дорогу, чтобы ему не надо было искать какие-нибудь гаджеты, какие-нибудь телефоны, чтобы он шел просто смело по этим желтым стрелочкам, по этим ракушкам, это как указательные знаки, чтобы они были на дороге. Но чтобы такие знаки вообще имели место быть, чтобы они могли существовать, нам надо было все согласовывать с самоуправами, с Министерством культуры, с Латвии, с Валсмейджи, как вообще отнеслись, насколько это была идея поддержана или там скептически? Ну, сначала, сначала это было, ну, такое, что, что это такое, ну, вот, зачем, как, кто это, что это, куда, а в какой день это будет, а в каком месяце, когда, я не знаю, мы начали рассказывать, говорить, что это поток, может быть, день, год, два, пятьдесят лет, то есть, очень долго, и это, ну, долгосрочное. Были некоторые самоуправы, которые очень, не очень, очень сразу отозвались и понимали, что это новое, что-то на развитие, новое, новое направление. Были некоторые, которые очень скептически говорили, что, ну, нашим людям это не надо, но понемножку, понемножку, по мере того, как мы этим всем занимались, по мере того, как стали согласовывать, например, один город говорит, да, мы будем помогать, второй город говорит, ай, мы не очень, и уже стали смотреть друг на друга, иначе они начали понимать, мы стали рассказывать, что это, что это принесет для города, для села. Вот так, понемножку, понемножку. Сколько раз вы проходили этот путь? Именно в Латвии? Ну, вот, и в Латвии, и вообще? В Латвии, ну, я хочу сказать, что на данный момент я могу предложить уже идти в путь из Риги до Жагары, то есть, из Риги до Литвы. Это одна половина дороги. Вообще-то дорога будет начинаться Валка-Валга наверху, около Эстонии. Мы 2 августа там открыли первый знак, где начинается дорога Каминау Латвии из Эстонии, со стороны Валка-Валга. Потом он пойдет Валка-Валга, Валмера, Цеси, Сигуды, Гаркал, Нерига, Марупе, Тирели, Добеле, Тервете и Жагары. И то есть, на данный момент мы можем предложить дорогу из Риги через Тервете до Белы, Тервете, на Жагары. То есть, это примерно где-то около 200, 108, около 200 километров. И я, этот путь, если вы спрашиваете, я не знаю, сколько раз я проходила. Как в нашей веб-странице указано, мы на дороге круглый год. То есть, мы неоднократно, мы ходили, смотрели, маркировали, договаривались о ночлегах. То есть, мне кажется, что я этот путь прошла очень-очень много, и не один раз, то есть, по кускам. Потом, сейчас, конечно, когда идем в Идземе, когда идет Валмера, Цесис, Сигуда, но там тоже ходим и ходим по маленьким группам, устраиваем чуть побольше походы, чтобы люди еще знакомились с этой дорогой. Я хочу сказать, что вот есть сайт CaminoLatvia.com и здесь вот для тех, кто, например, сейчас думает, а еще раз, кто подключился только что, член Латвийской ассоциации пути Святого Якова, CaminoLatvia, Рита Кеннексвалда сегодня в нашей студии, вот на CaminoLatvia.com здесь маршрут, он расписан буквально вот по этапам, то есть, даже по Латвии здесь все разделено на 15 этапов, по там где-то 25 примерно километров, чуть больше, чуть меньше где-то есть, и каждый этап сопровождается картой, где указываются туалеты, места питания, места ночлега, где проходят какие-то интересные достопримечательности, интересные как для туриста, так, может быть, и для паломников, какие-то там церкви, которые можно посетить по дороге, то есть, это все вот, все расписано буквально, вот есть маршрут, если вы боитесь сбиться с пути, вы можете его просто перенести в телефон, на планшет, и идти вот с этими гаджетами сверяться, или распечатать как карту, условно говоря, и просто сверяться все время с этой картой. И вот, да, и для наших слушателей, я напоминаю, телефоны 67212-9399, 67213-9399, пишите нам в WhatsApp 2-300-6191, вот я хотел спросить, когда мы говорим паломник, обычно мы как-то представляем себе вот человека в каких-то, значит, там рубище, там, ну вот, такого обычно пожилого, очень религиозного, ну, который идет с палкой, с посохом, ну, какие-то такие вот средневеку, вот насколько вот, что, кто является паломником сейчас, много ли молодых людей среди них, и еще раз напоминаем, что этот путь нужно пройти пешком, я вот еще раз акцентирую на это внимание. А можно я чуть-чуть подправлю? Этот путь можно идти пешком, можно ехать на велосипеде, можно скакать на лошади, да, и вы знаете, в Испании это делается. У нас в Латвии дорога проложена, прокладывается так, что на велосипеде можно очень-очень хорошо проехать. Уже есть, я знаю, на нашем фейсбуковской странице, Камина Балтик Талкс, выставляется, что люди уже проехали на велосипеде. Но буквально вчера я узнала от своей коллеги, но еще одну новость. У нас есть такой, тырели поселок, и там у нас ночлег, есть такие стали, то есть лошадиная, стали, это, ну, это конюшня. Конюшня, да, да. Конюшня. И вы знаете, они сделали, они принимают, они дают возможность ночевать паломникам там, представляют возможность, если хочешь спать в палатке, между загонами лошадей в палатку поставить, чтобы ты чувствовал, слышал лошадей вокруг. То есть, ну, ты не боишься, чтобы они где-нибудь к тебе пришли, но совсем-совсем рядом. Я вчера узнала, что они сделали новую печать, про это я расскажу чуть-чуть попозже, и там именно дана такая указание, что они предлагают один кусок нашего маршрута проехать верхом. То есть, это как будто будет экстра, ещё предложение, это имеет место ещё развитию, но это тоже будет возможно в нашей Латвии. Так что, вот даже люди заинтересованы и уже приходят к нам со своими предложениями, что, может быть, будем делать ещё и так. Мы вас попросим надеть наушники, потому что у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Ну, такой вопрос с точностью да наоборот. То есть, получается, что ваше гости входят в группу людей, которые наших людей призывают путешествовать или идти в паломничество там в Испанию, там через всю Европу и из Латвии туда. А почему не задаться целью и не сделать наоборот? Вот у нас есть Аглана, у нас есть пустыненького под Елгавой. Почему не популяризировать путешествия таким же образом и из Европы к нам, поднимая таким образом и популярность и авторитет нашей страны среди Европы? Спасибо. Спасибо. Да, вот такой вопрос. Да, я поняла вопрос. А вы знаете, почему вы восприняли, что это мы идём туда? На самом-то деле люди, путешественники, точно так же, как я еду в Испанию походить, так же испанцы приезжают сюда. Уже сейчас даже по этой дороге уже шли поляки, эстонцы, литовцы, то есть люди заинтересованные посмотреть Латвию, в каком направлении они идут. с Эстонии в сторону Испании или с Испании в сторону Эстонии, это всё равно, это не имеет такой большой значимости, потому что Латвия, прибалтийские страны вообще очень интересны для паломников, для туристов, для путешественников. Почему? Потому что у нас очень-очень красивая природа, которую вообще не видно. например в Испании у нас разная эта природа и я не хотела бы сказать, что мы идём туда, люди приезжают к нам и идут по знакомой правильно маркированной дороге, которая есть во всей Европе и только идут по Латвии. По поводу Аглоны я не успела сказать ещё, у нас помимо вот этого маршрута, который идёт в Алка-Валка-Жагары, есть ещё альтернативные дороги, то есть вторая ещё пойдёт у нас из Риги Икщилы Мейнер до Сала, да, вы знаете, самая первая христианская это Апметны. И вот будет ещё один, есть уже мы тоже его работаем, альтернативный путь, то есть Рига Сала Спилос Икщилы Тягум Свацумнеги Барбелы Брукна Скайсткалны, да, это ещё, а по поводу Аглона это тоже, то есть мы когда сделаем первый официальный путь через Латвию, мы обязательно будем ещё прокладывать путь к Аглоне, на Аглону, мимо Аглона, то есть это, понимаете, это не конечный, это как я и сказала, всё равно в какой-то в сторону идёшь на Испанию или из Испании, люди ходят по Латвии, это самое главное. И вот всё-таки паломники, вот кто отправляется обычно в это путешествие, ну вот примерный вот какой-то портрет или какая-то хоть... Я вам не могу даже сказать, потому что люди очень разные, очень много, есть молодые, есть постаршие, такого я знаю, я знаю людей, которые ещё 20 лет, 19 лет идут в поход, в это паломничество, есть у нас моя коллега, которая за 70 уже, да, мужчины, женщины, например, я извините, Камина Литуана, например, литовцы, там вообще там молодые, сильные мужчины, которые научные сотрудники, знаменитые, учёные, учёные, да, то есть очень большой контингент, я не могу сказать, что какой-то именно вот именно этот возраст или это женщины или мужчины, ну то есть как бы всего чего. Но вот перед тем, как люди откликнутся, например, я понимаю, что многих смущает всё-таки вопрос времени, потому что пройти пешком от Латвии, например, я знаю, что можно присоединиться на каком-то выбор, тот участок маршрута, который можно пройти, но всё-таки вот сколько занимает по времени пройти обычному среднему человеку от Латвии до Сантьяго де Компостелло, это же точка, крайняя точка Европы. 4000 больше километров, и есть люди, которые уже прошли, и я знаю, что выходили где-то в апреле и были там в сентябре, ну примерно так. В апреле и в сентябре, да? Ну примерно так. Но я понимаю, что не каждый всё-таки может позволить себе прийти к начальнику и сказать, вот я ухожу в отпуск с апреля по сентябрь. А вы знаете, при нашем дигитальном возможностях ну всякое бывает. То есть можно продолжить работать? Если есть такая возможность, почему бы нет? Ну как правило так долго, ну действительно это надо тогда иметь очень много времени и как правило всё-таки люди идут ну месяц это как бы то, что могут выкраить. Хотя я знаю некоторые, которые езжали на месяц, на два, шли, уходили. это всё в ваших руках, всё ваше время. Я выкраиваю когда могу, когда могу, если я могу. Конечно, вы знаете, есть разница, например, или ты идёшь один, два, три дня, или ты идёшь уже две недели. Почему? Потому что первые три дня ты в каком-то таком состоянии, в таком, ты ещё в той жизни, ты ещё в этой спешке, ты ещё в своих мыслях. И как-то первые три дня ты у тебя идёшь, идёшь вперёд, 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 и потом, когда на четвёртый день у тебя начинается такое спокойствие, появляется спокойствие, и ты начинаешь понимать, что всё равно, во сколько ты пришёл, как я и говорила, во сколько ты вышел, ты начинаешь понимать, что всё время твоё. И вот именно тогда начинает твой мозг понемножку отдыхать и уже обращать внимание на птичек, на цветочек, на листик. Ну, вот как-то вот так. В какое время обычно люди отправляются в паломничество, то есть я понимаю, что, очевидно, это всё-таки весна, лето. Это всегда лето, но вы знаете, вот, например, в прошлом году мы на дорогу, когда создавали дорогу, 28 декабря, в ноябре, то есть целый год можно ходить, потому что уже зима не такая. И всё главное одежда, чтобы у тебя было, что тебе было, что одеть, и чтобы в рюкзаке были только самые необходимые вещи, это где-то 8-10 килограмм, потому что ты же всё как улитка, несёшь на себе. Вот я хотел спросить, что нужно брать с собой самое главное в это паломничество? Ну, если вы позволите мне сказать, я скажу, что это самое главное, это обувь. Это хорошая обувь, в которой у тебя комфортно ноге. Всё равно, какая она. Каждый на выбор, ну, чтобы обувь была очень комфортная. Это самое главное. Ну, что ещё, конечно, самое главное ещё дождь, погодные условия. На самом деле, нам так мало надо. Я раньше, когда путешествовала, когда куда-то летала, я каждый год куда-то в отпуска просто улетала, что-то посмотреть, я вообще не могу сидеть на месте, мне всё время хочется что-нибудь новое, узнавать, что-нибудь видеть. То есть, каждый год в отпуск я куда-то ухожу, улетаю. И я всегда, ну, я летела с большим багажом, как абсолютно нормальной женщина, извините, собирала большой чемодан, сдавала багаж. Сейчас я уже настолько научилась лететь с ручной кладью, что на самом-то деле только надо всё правильно подрассчитать, посмотреть, какая погода. И так мало нам надо. Ну, вот, а что всё-таки, ну, вот, кроме того, что мы берём обувь, ну, например, дождевик, ну, на случай дождя, там, какой-то вот, что с собой там, нужна ли, ну, вот, не знаю, там обычно люди начинают запасаться лекарствами, там, какие-то, там, не знаю, кипятильники, там, ещё чего-нибудь, ещё чего-нибудь. Ну, минимальное, конечно, минимальное какие-то лекарства, то, что тебе надо, конечно, чуть-чуть, какая-нибудь аптечка нужна, однозначно, да. Ну, что, тёплая, какой-нибудь, тёплая, одна, тёплая кофточка, пару маечек, покороче, шорты подлиншие, может быть, леггинги, ну, что-нибудь такое, чтобы тебе было комфортно и удобно, и вот тут, как раз этот есть момент, чтобы по дороге можно было бы где-то что-то постирать, ну, в конечном итоге, если нет, выбросить, купить новое, но это, пить с собой, где бутылку, есть всякие разные приспособления, легкие, самое главное, всё очень-очень легкое, понемножку уже, когда ходишь, ты начинаешь понемножку набирать какие-нибудь там, бутылочку полегче, ну, что-нибудь. Что всё-таки, вот если мы говорим про инфраструктуру, я понимаю, что, наверное, во Франции, в Испании, там уже по этим маршрутам разработано и стоят небольшие там и гостиницы, и такие вот хостелы для… Альберги. Да, вот Альберги, да. И что, в принципе, нужно рассчитывать по деньгам, потому что я понимаю, что всё-таки, если человек отправляется в путь, вот какую сумму ему брать с собой, или это должны быть наличные, или карточки, или вот какие вот здесь тоже советы вы бы дали? Ну, в путь всё-таки нужно брать более наличные деньги, потому что ночлеги у нас есть разные, то есть, например, есть ночлеги у приватных лиц в частных домах, которые просто выпускают тебя переночевать, предоставляют, чтобы ты мог помыться, и там нету, например, определённой платы, сколько ты должен сплатить, это как заедуемся. Ну, к пожертвованию, да. Может быть, да. Но мы стараемся где-то найти возможность, чтобы в пределах 10-15 евро мы могли бы ночевать. То есть, ну вот считай, сколько дней вы идёте примерно для ночлега что-нибудь, что-нибудь, чтобы покушать. А вот что с едой, например, вот, то есть, вот сколько нужно брать с собой денег, рассчитывать денег в день на еду. То есть, это какие-то, просто купить продукты в магазине, кусок хлеба, там, и кусок колбасы, например. Одну картошку, один банан. В таком смысле, потому что этому тоже надо учиться. Потому что мы всё-таки не привыкли так, чтобы зайти в магазин и сказать, мне, пожалуйста, вот одну картошину, там, может быть, долечку колбаски, если ты вечером сам что-нибудь готовишь. А есть возможность там самому готовить, если это... Ну, в основном в мире, в Испании есть эта возможность, там есть кухонки, и мы стараемся, чтобы в Латвии тоже находить такие места, где всё-таки могли бы использоваться чайником, кофеваркой, чтобы, может быть, была сковородочка или там котёл, что-нибудь сварить, то есть какая-нибудь кухня. Или мы призываем людей, те, которые выдают ночлегы, просим их, например, предложить и завтрак. То есть путешественник, чтобы он проснулся, чтобы ему перед тем, как ходит путь, чтобы ему не надо было волноваться, что он будет кушать и где он там будет запасаться, там где-то за 5, за 6 евро предлагается завтрак. Есть такие места в Латвии в основном. Спальный мешок. Вот я всё забывал. Нужно ли брать с собой? Потому что здесь тоже разные мнения есть. С одной стороны, тяжёлые. Мнения, конечно, разные. Есть гигиенические мнения. Но, например, в Испании всё-таки ты можешь есть в Албардес, где постельное бельё уже входит в цене. Есть, где, например, ты можешь выбрать брать это бельё или не брать это бельё и спать в своём мешке. Но я прошла уже и по Португалии, и по Испании. У меня не было мешка с собой, мы просто брали бельё там на месте. Сейчас, конечно, это много что меняется. В Латвии, ну, в Латвии везде, где есть ночлеги, везде есть бельё. Но если, конечно, вы считаете, что лучше для гигиенических соображений свой мешок, тогда, конечно, лучший мешок. Но мешки сейчас же тоже в туристических магазинах можно купить такие тонкие, такие лёгкие, такие маленькие, что ты его складываешь. же там. Он совсем не занимает. Совсем не занимает. Ну, конечно, сбоит 200-300 грамм. На расчёт 8 килограммов. То есть, вот это то, что был даже такой фильм, по-моему, немецкий, «Ничего, 100 вещей, ничего лишнего». там задавали вопрос, вот если, вот какие 100 вещей ты вот возьмёшь, вот для того, чтобы вообще вот просто для жизни человеку нужно 100 вещей, вот, и ничего больше. Вот для похода, я понимаю, что вот в эти 8 килограмм нужно уложить, придумать, что взять, чтобы, потому что каждый грамм потом будет в этом рюкзаке, конечно, отдаваться, то есть захочется как-то его всё легче и легче сделать, всё-таки, учитывая... Съешь банан, он будет легче. Такой деликатный вопрос туалетов, вот как с этим обстоят дела, то есть вот... В Латвии довольно-таки, ну, как... Довольно-таки тяжело в больших городах. Ну, извините, есть природа, есть природа, это уже как-то делает всё иначе, но под ночлегом всё как надо. В Риге сложно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 телефоном нашей студии, член Латвийской ассоциации пути Святого Иакова, Рита Кенигсвалде, сегодня в нашей студии. Мы говорим о пути, вот с пути Сантьяго до города Сантьяго де Компостело, испанский город, место паломничества. Сейчас есть возможность отправиться в паломничество из Латвии, и я понимаю, что этот паспорт паломника можно получить прямо в Латвии, у нас... Да, можно получить в Латвии, в Домском соборе, в Риге. Можно получать, мы уже сейчас более-менее, если я не знаю, может быть, видели или не видели, есть такие паспорта, я покажу, потому что я знаю, что тут вроде как... Камера, да, есть паспорта, где этот паспорт Латвии, он утвержден в ассоциации дороги Святого Якова в Испании, то есть он имеет абсолютно юридическое, ну, если можно так сказать, силу, и если вы проходите все, все, не все, может быть, какую-то часть пути, но последние 100 километров до Сантьяго, до Компостела надо в Испании пройти обязательно, тогда вы в конце получаете апплеции, удостоверение, или как это, что вы прошли этот путь. И в Латвии, и в каждом ночлеге тогда в Латвии ставится штампики, они разрабатываются специально даже именно для этой дороги, это латвийские паспорты, есть вот в Португалии, Португалия, Испания, это я в прошлом году осенью шла еще. Вот этот паспорт можно получить в церкви святого Якова в Риге, мы эти паспорта даем еще по ночлегам, если кому-то надо, или можно заказать через интернет, мы можем послать по почте, то есть, как сейчас тоже литовцы заказали, они собираются где-то в августе идти, какая-то группа, то есть, мы посылаем просто и паспорта по почте. Но вот... Извините, я перебила, но при любом, если есть какие-то вопросы, вам это что-нибудь надо, в нашей веб-странице есть все телефоны, мы очень ждем ваши звонки и сделаем все, что в необходиме. Ну вот у меня вопрос, например, если у человека действительно есть месяц, ну вот он может на месяц позволить себе уйти, отрешиться от мира, вот что ему лучше сделать? Начинать путь в Риге, затем, каким образом, чтобы закончить вот его в Испании, с каких точек начинать, куда вот выезжать? А вы знаете, может быть, не надо никуда выезжать, если человек только сейчас узнает об этой дороге, и он... Ему даже... Я допускаю, что может быть даже человеку чуть несколько такой, ну не страх нет, но непонятно, ну как будет, что будет. Не надо, не надо никуда уезжать, просто идите, начинайте с Риги, пройдите путь по Латвии, пройдите Литву какой-то кусок, Литва тоже очень хорошо замаркированный путь, точно такая же у них веб-страница со всеми возможными адресами, где ночевать, со всей инфраструктурой. Попробуйте тут, просто потому что, если вам что-то не понравится, или вы испугаетесь, или вы можете вернуться домой в любой момент, сесть в автобус и приехать из Латвии, из Литвы обратно, в Ригу или куда, или попросить своих родных забрать. И еще, конечно, сейчас я думаю, что очень многие, очень важно все-таки этот ковид-вирус, что может быть далеко и не надо уезжать, не надо искать приключения для себя, может быть лучше тут пока. А если нет, летите в Испанию, в Германию, во Францию, начинайте с любого места, главное, что если вам это нравится, вам это хочется, и это ваша мечта, и пробуйте смело. Я вообще-то начала ходить, я не знаю, лет, может быть, шесть обратно, и оказалось, что я могу, я даже не думала, что я могу пройти днем 30 километров, даже и не почувствовать. Мы попросим вас надеть наушники, еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Прямо действительно доброе, потому что я смотрю на путь камина уже какие-то пару лет, и жизнь складывается так, что я понимаю, что смогу выделить, ну, как минимум месяц на это мероприятие, на испанский путь, но в лучшем случае года через четыре. Ну и вот, когда чего-то очень хочется, да, что называется, если, как там было, с горами Магомедами, в общем, гора пришла ко мне сюда, в Латвию. Верно. Спасибо большое. Обязательно, да, обязательно зайду на сайт на ваш и посмотрю все, как раз вот эта вот возможность ночевки и возможность, ну, привести себя в порядок за какие-то приличные деньги, это, конечно, очень-очень важно. В общем, я с огромной благодарностью, спасибо, что вы привели камина ко мне домой. Но я могу не ждать четыре года. Браво. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за звонок. Очень приятно. Вы знаете, вот такие вот звонки, вот такие отзывы, вот такие, ну, отзывы людей дают немеренную силу работать, делать всё дальше, и это всё прекрасно. Я вот просто слышал, действительно, эти истории удивительные о том, что люди, когда они идут в этом путешествии, они встречают, ну, огромное количество паломников, и, в принципе, всё равно, ну, начинают общаться, и причём, разговаривая на самых разных языках, иногда там какие-то обрывки, кто-то знает чуть-чуть вот такой, английский, кто-то на немецком, кто-то и с жестами, и вот находят, вот это какая-то идея удивительного единения людей происходит, потому что многие отмечают, что вот они встречали удивительных людей, добрых, каких-то отзывчивых, помогающих, все стараются помочь друг другу, это какой-то, ну, вот какой-то символ, ну, чего-то нового, какого-то общества, к которому, может быть, мы стремимся, общество, которое, ну, общество добра, взаимной поддержки, в этом какой-то смысл этого… это я уже говорила, это такое ощущение, что иногда, что это параллельный мир, потому что мы иногда живем, мы не знаем на лестничной площадке своих соседей, а когда человек, ну, я думаю, что это любой, это все-таки экстремальное, экстремальное, как это, положение человека, это не повседневное его, да, когда ты выходишь, ты выходишь из рамок себя, на самом-то деле. По-русски говорят, даже из зоны комфорта, вот такое, да, вот такое выражение есть. Вот именно так, и мне это очень-очень, мне это очень нравится, я рада, я рада, рада, что мы можем это все делать. Ну, и для тех, кто приходит в Сантьяго-де-Компостело, в этот собор, что там нужно сделать? Где зарегистрировать этот паспорт? Там какие-то есть? Заходишь в костел со своим паспортом, там можно все эриксировать, там уже на месте разберетесь, все очень просто, все предельно просто сделано. Ну, а если есть вопросы, можно зайти на сайт камину.latvia.com и позвонить. Член Латвийской ассоциации Пути Святого Якова Рита Кенигсвалда сегодня была в нашей студии. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.